Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Мы завершаем цикл вебинаров, посвященных организации и участию во втором этапе Олимпиады «Я профессионал». Значит, и сегодня этот вебинар проведем с вами мы, я, Аристова Ульяна Викторовна, профессор школы дизайна, доктор педагогических наук, академический руководитель программ магистратуры дизайн и современный дизайн в преподавании изобразительного искусства в школе, и Старусева Пиршеева Александра Дмитриевна, доцент школы дизайна, кандидат искусствоведения, специалист в области видеоарта, технологии и истории искусств. Значит, сегодня мы расскажем вам о том, что мы ждем от участников второго этапа, из чего состоит задание, на что необходимо обратить внимание. Вы в течение времени, пока мы будем говорить, можете писать ваши вопросы в чате, значит, для того, чтобы могли их прочитать и ответить вам во время нашего вебинара. Итак, в самом начале я предоставляю слово Александре Дмитриевне. Пока появятся вопросы, я дальше уже отвечу на все остальное. Здравствуйте. Спасибо большое, Ильяна Викторовна. Здравствуйте, дорогие участники. С вашего позволения скажу несколько слов о структуре задания. Вы, наверное, помните, что на сайте школы дизайна, в разделе «Портфолио» у нас есть специальная информация, подготовленная для того, чтобы вы могли на нее постоянно опираться и, как сказать, в вашем творческом поиске к ней обращаться. Так, я хочу сейчас сделать доступ к экрану, но что-то он у меня не хочет это делать. Сейчас дайте-ка я попробую вот так. Вам видно экран, который я показываю? Нет? Ульяна Викторовна, вы видите, что я показываю? Сейчас нет. Значит, наводите на показ экрана, выбираете вкладка «Хром» и выбираете открытое окно. То, которое необходимо. Сейчас сделаем. А вот так? Видно, Ульяна Викторовна? Нет. А, вот сейчас видно, все в порядке. Отлично. Да. Собственно, это, как вы видите, сайт школы дизайна. В разделе «Портфолио Олимпиады и конкурсы» вы можете найти всю информацию о втором этапе Олимпиады «Я профессионалку», ну, магистратуру. Итак, обозначу некоторые ключевые пункты, которые связаны, во-первых, с тем, что представляет собой задание второго этапа. Как вы, наверное, уже знаете, это визуальное исследование. Этот формат очень хорошо зарекомендовал себя в течение, ну, я бы сказала, всей нашей образовательной деятельности в школе дизайна, потому что этот формат был разработан нами много лет назад и уже очень хорошо, убедительно показал свою эффективность. Что он собой представляет? Напомню кратко. Визуальное исследование – это полноценная исследовательская работа, которая совмещается с тем, что называется на Западе «artist research». То есть это ситуация, когда дизайнер или художник, скажем так, анализирует то поле, в котором ему предстоит действовать. Например, если архитектор работает над созданием, ну, скажем, паркового комплекса, то вполне естественно, что ему нужно познакомиться с наследием предков, с опытом своих старших товарищей, уже построивших те или иные комплексы на разных территориях. И, соответственно, такой архитектор посмотрит эти проекты, внимательно изучит их, классифицирует их, увидит, что, например, вот такие проекты лучше подходят для, например, зон с умеренным климатом, другие проекты подходят для зон, например, с тропическим климатом, третьи, наоборот, для холодных стран и так далее. И у такого воображаемого архитектора появится перед глазами очень ясная структура, такая вот карта местности, да, говорящая о том, какими художественными дизайнерскими решениями можно воспользоваться. Грубо говоря, визуальное исследование представляет собой вот именно такой анализ. Когда вы берете некий материал и размышляете о том, каким образом можно выявить в этом материале некоторые тенденции, закономерности, или, например, ключевые сдвиги, да, если мы говорим, например, об истории искусства, об истории дизайна, то мы ищем там именно вот такие моменты перехода, да, моменты возникновения нового стиля или моменты, связанные с каким-то совершенно уникальным художественным решением в той или иной композиции авторской. И когда мы это исследуем, то мы не идем по пути искусствоведов, которые порождают текст. Мы идем по пути дизайнера, мы порождаем визуальный ряд. Понятно, что текст все-таки должен быть, да, текст концепции, это то, что выносится в начало визуального исследования. В концепции вы описываете то, какую задачу вы перед собой ставили, какими вы воспользовались методами для решения этой задачи и, собственно, рассказываете о том, как шел ход исследования и к каким выводам вы пришли. Это нужно делать лаконично, емко и только по делу, только по существу. А дальше идет самое интересное. Идет визуальный ряд, организованный вами таким образом, чтобы те идеи, те находки, которые ваше исследование вам дало, смогли стать достоянием читателей. Образно говоря, можно сказать, что концепция визуального исследования – это как теорема. Да, вот вы хотите показать что-то. А сам ряд изображений – это как бы доказательство этой теоремы. И как любое доказательство, этот визуальный ряд должен быть хорошо организован. Поэтому среди критериев оценивания у нас есть такие критерии, как стройность и логичность структуры исследования, аргументируясь, наличие доказательной базы. Плюс к этому для нас, безусловно, важны такие вещи, как качество подобранных вами изображений, уместность и то, как. Как вы их, условно говоря, монтируете между собой. Насколько хорошо считывается та мысль, которую вы заложили в ваше визуальное исследование. Таким образом, получается, что вот этот формат визуального исследования, он сочетает в себе очень много, ну скажем так, очень много аспектов. И каждый из этих аспектов для дизайнера, для специалиста очень важен. Начиная с того, что вы как дизайнер, как человек, который собирается преобразовывать мир, да, к лучшему мир менять, вы должны уметь нащупать актуальные на сегодняшний день темы, да, актуальную проблематику исследования. Вы должны поставить перед собой ключевой вопрос исследования, который тоже должен обладать оригинальностью, новизной, значимостью. То, что уже было сказано, логичность и стройность, да, понимание того феномена, с которым вы имеете дело, умение показать локальные и глобальные тренды на конкретных примерах и наша любимая техника. Техника исполнения тоже очень важна, и она оценивается не с точки зрения навыков работы в дизайн-программах, как тут сказано, а с точки зрения того, насколько вы уместно, правильно подобрали визуальный материал, который передает вашу идею, вашу концепцию. Вот, если говорить о самых важных аспектах, то это они. Тогда давайте перейдем к конкретике, к самым интересующим нас моментам, то есть к вашим вопросам. Потому что, повторюсь, сама по себе форма визуального исследования, это форма очень простая. Она представляет собой, знаете, такой, я бы сказала, лангрид, да, какие часто бывают на сайтах. Например, бывают материалы, там, я не знаю, 100 дизайнеров, нет, 100 много, 10 дизайнеров, сформировавших облик, там, не знаю, одежды 60-х годов, да, или там 10 фотографов, которые показали в своем объективе Вторую мировую войну. И что на таком сайте мы ожидаем увидеть? Мы ожидаем увидеть некий лид-ин, да, некий текст, который нам представит этих фотографов, расскажет о проблематике, о том, почему на сегодняшний день для нас военная фотография – это очень актуальный материал, да. И дальше идут, собственно, вот эти фотографы, и мы смотрим изображения, 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 потому что уже после вот этого краткого представления изображения говорят сами за себя. Весь секрет, вся прелесть визуального исследования в том, что необходимо его сделать таким, чтобы ряд изображений был высказыванием, чтобы именно изображения передавали нам ту информацию, которая необходима. Говорили сами за себя, да. Еще один момент, который хочу отметить, прежде чем перейду к вопросу, я уже вижу один вопрос. По поводу оформления, пожалуйста, очень внимательно смотрите то, что написано на сайте, опять-таки, требования. И, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что касается подписей к изображению, потому что даже самая качественная картинка будет в некотором роде слепой, если вы не дадите то, что по-английски называется caption, да, подпись. То есть автор, название, год. Та информация, которая, ну, как сказать, является признаком хорошего тона в любом исследовании, в том числе в нашем. Окей. Так, вижу вопрос. Юлия, скажите, пожалуйста, в теме 1 исследования предлагается проследить эволюцию предмета. Является ли полиграфическое издание подходящим объектом исследования, или же мы говорим про предметный дизайн? Спасибо, Юлия, хороший вопрос. Давайте подумаем. Что вы, вы именно, хотите понимать в качестве полиграфического издания? Может ли книга или журнал мыслиться как вещь? Может, если вы ее именно рассматриваете как вещь. То есть если вы смотрите на полиграфическое издание, исходя из того, сколько в нем страниц, какая используется бумага, мягкая обложка или такая обложка поплотнее, глянцевая, не глянцевая, какими методами печати это исследование создавалось и так далее. То есть когда вы смотрите на него как на объект материальной культуры. Да, все сходится. А если вы хотите говорить, например, про верстку, про шрифт, про особенности брендинга того или иного полиграфического издания, то вот это уже в эту тему не подходит. Скажите, пожалуйста, Юлия, я ответила на ваш вопрос? Да, вижу, что ответила. Спасибо большое. Будьте добры, задавайте еще вопросы, потому что очень важно сверить часы. Да, очень важно, чтобы мы с вами одинаково понимали задачу. А для этого как раз и нужна вот такая сверка. Пожалуйста, задавайте вопросы, чтобы мы до конца хорошо поняли друг друга. О, Ульяна Викторовна вернулась к нам. Ульяна Викторовна, слушатели сказали, что вся моя прекрасная речь была ими услышана, что все в порядке. И после вводной части мы уже, собственно, перешли к ответам на вопросы. Вот на один вопрос мы уже ответили. И, конечно, хотелось бы услышать еще. Так, уважаемые зрители, задавайте ваши вопросы. Вот, у нас технический перебой с интернетом возник, вот, поэтому меня выключило вдруг неожиданно. Вот, но если речь Александра Дмитриевна была хорошо слышна, то, значит, теперь вы знаете, что такое визуальное исследование. Значит, есть ли у вас какие-то вопросы относительно проведения второго этапа Олимпиады? Все ли вам понятно? Возможно, вы хотели бы увидеть какие-то примеры или хотя бы какие-то ориентиры, на что обратить внимание на нашем сайте. Ульяна Викторовна, я думаю, что будет очень хорошо, если я покажу примеры, может быть, из нашего студенческого портфолио. Мне кажется, что всегда лучше на практике смотреть такие вещи. Сейчас я открою, знаете, что? Я покажу на примере работы студентов. Сейчас, одну секундочку, я просто найду те исследования, которые весьма репрезентативны. И на этом моменте переключусь к 1-м цикле. А вот я вижу еще, Александра, вопрос, пару комментариев относительно второй и третьей темы про актуальное классическое искусство. Да, понимаю вас. А можете уточнить вопрос? Вот комментарий какого плана? Что именно? Ну, я думаю, можно пока показывать, комментарии появятся. Ну да, просто чтобы мне получше понимать, на чем заострить внимание в ответе. Так, сейчас я уже почти-почти нашла. Хорошо. Буквально еще минутку. Вот, визуальное исследование на тему свет и тень в архитектуре. Работа, которую я хорошо помню, и которая достаточно репрезентативна. Смотрите, то, что я вам сейчас показываю, это работа выпускная. Это часть выпускной квалификационной работы бакалавра. Поэтому она такая большая по объему, это целая книжка. Однако это не должно вас смущать, потому что принципы работы над визуальным исследованием совершенно не меняются в зависимости от того, какое оно по объему. Поэтому покажу вот на этом довольно неплохом примере. Итак, свет и тень в архитектуре. Вот, собственно, начало книги. Здесь мы видим вводный текст. И дальше автор идет, собственно, по типам архитектуры. Вот, он говорит про храмовую архитектуру, о том, как свет и тень работают в пространстве сакральным, о том, каким образом свет мыслился в средневековой архитектуре с позиции религиозной эстетики. Потом автор переключается с классических храмов на современные, где свет также играет огромную роль, потому что и по сей день он является одной из главных метафор божественных. Как вы видите, изображения подобраны очень адекватно. Они хорошие по качеству, они яркие, они создают образ. Это тот самый случай, когда я говорю о том, что визуальное исследование не нуждается в обилии комментариев, потому что хорошо подобранная картинка может все сказать сама за себя. Далее речь переходит, да, автор переходит на архитектуру не религиозную, на архитектуру светскую, и рассматривает, опять-таки, различные приемы устройства, да, устройства конструкций, которые пропускают свет, или которые отражают свет, или которые так или иначе создают вот эту, я бы сказала, режиссуру освещения в архитектурном пространстве. Я вам сейчас показываю то, что у нас размещено в большом количестве на сайте портфолио школы дизайна. Я просто искала вот эту работу про свет и тень, но здесь можно найти и множество других работ, часть из которых являются визуальными исследованиями. В презентации, конечно, вы видите не всю книгу, вы видите только избранные страницы, однако даже они вполне помогают почувствовать методику, методику, с которой работает автор. Сейчас я хочу вам еще показать одну вещь, визуальное исследование, посвященное эффекту блэр в фотографии. Это исследование сделала Екатерина Власова, студентка профиля дизайна и современного искусства. Поэтому ее исследование, оно в большей степени, вот такой носит характер арт, да, то есть оно очень творческое, очень необычное. Здесь не так много, ну, я бы сказала, такого холодного анализа, а очень много творческого, очень много вот ее личного индивидуального взгляда. Это визуальное исследование, оно привязано к художественной практике Екатерины. Обратите внимание на оглавление, да, вступление, оно же концепция. Это то, о чем мы говорили, там должен быть текст. Дальше разделы, которые обозначают разные типы вот этой самой размытости фотографии, разные типы блэр. И, соответственно, каждому из этих типов уделено должное место. Видите, такое значительное количество страниц, на которых Екатерина, собственно, и показывает то, каким образом блэр может мыслиться, не как технический огрех, да, не как техническая ошибка фотографа, а наоборот, как прием, как способ передать то, что обычная фотография передать не может. И совершенно естественно, что Екатерина сравнивает работы фотографов с работами художников, потому что ее задача именно выявить художественную составляющую, показать блэр как носитель вот этого особого состояния, особого типа смыслов, которые хочет передать автор. И, как вы видите, здесь Екатерина представляет все работы довольно-таки лаконично. У нас есть только вот тот самый caption, автор названия год. Но, в принципе, здесь могли бы быть и небольшие комментарии к каждой из фотографий. В случае с теми работами, которые вам предстоит создать, это тоже допускается. Возможно, так называемая расширенная подпись. То есть, когда вы приводите не только фактическую информацию, но также и передаете свое ощущение по поводу этой фотографии. Или добавляете что-то к концепции, раскрывая вопрос о том, каким образом именно эта фотография работает на ваше исследование. И так дальше. То есть, здесь у вас есть такая очень хорошая, очень понятная творческая свобода. Так, я закончила демонстрацию экрана. Так. Давайте еще поработаем тогда с вопросами. Ульяна Викторовна, наверное, вот вопрос Эмилии скорее к вам. Для направления мода, бакалавриат, заданием второго этапа тоже является визуальное исследование? Да, для направления мода в номинации магистратура у нас тоже это же исследование, потому что разделение на профили не производится. А бакалавриат, да? В бакалавриате нужно открыть вкладку бакалавриата и внимательно ознакомиться с тем заданием, которое там написано. Там коллекция, надо внимательно прочитать. Окей. Так, а все-таки вот Мария Косарева, вы попросили комикария относительно второй и третьей темы? Тут Александр Дмитриевич, здесь еще вопросы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в файле задания написано, что объем текста не должен превышать полторы тысячи знаков. Это включает две страницы концепции или нет? Заранее спасибо. Подскажите, пожалуйста, ограничение в полторы тысячи знаков применяется только для подписей или на странице с концепцией тоже? Спасибо большое. Хороший вопрос. Полторы тысячи знаков – это ограничение для концепции. Именно для концепции. Подписи мы не ограничиваем. Значит, я вижу вопрос. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее про направление дизайна и продвижения цифрового продукта. На что стоит обратить внимание при подготовке проекта? Можно ли представить редизайн приложений? Скажите, как будет проходить защита проекта? Скажу только про защиту, потому что все остальное вы сможете посмотреть в вебинаре за 4 марта, где Александр Алексеев рассказывал подробно о самом задании, что необходимо выполнить. Значит, вы загружаете свои проекты в нашу систему портфолио, комиссия с ними знакомится и приглашает вас на защиту проекта в Zoom. У вас будет порядка 10-15 минут на общение с вами у комиссии. Вы коротко рассказываете о проекте и отвечаете на вопросы. Так. Значит, а вот про Александра Дмитриевна, вот то, что Мария Косарева поправила. Вот у нас был вопрос, пару комментариев относительно второй и третьей темы про актуальное классическое искусство. И девушка пишет, да, просто я понимаю, что мой вопрос подразумевает подсказку. Поэтому пока не могу сообразить, как правильно задать вопрос, чтобы получить комментарий, характеризующий эти направления. Ну, смотрите, мы же сейчас не в режиме тестирования с вами находимся, да. Понятно, что визуальное исследование – это пространство творческое, соответственно, тут не может быть какого-то одного правильного ответа. поэтому я думаю, что даже если вы зададите мне прямой вопрос, я сумею ответить так, чтобы это не было подсказкой. Так, ну, вопросов пока больше нет. Мы, Александра Дмитриевна, все показали, что хотели показать? Я думаю, что да. И к тому же, судя по тому, что наши коллеги пишут в чат, все умеют работать с нашим сайтом, все хорошо проинформированы. Мне кажется, что дела идут на лак. И если вопросы еще появятся, вы сможете их всегда адресовать на электронный адрес школы дизайна. Ну, вот я вижу. Третья тема – магистратура про работу современного автора. Может ли автор быть не прямо связанным с дизайном, а именно киноиндустрией или архитектурой? Угу. Понимаю ваш вопрос. Смотрите, это как и в случае с полиграфическим изданием и дизайном. Может ли работа по дизайну быть связана с архитектурой или с киноиндустрией? Может, если это согласуется с тем, как вы раскрываете эту тему. В области кинематографа есть очень много дизайна. Например, дизайн костюмов, персонажей. И дизайн декораций. Дизайн, ну, даже работу монтажера, наверное, можно все-таки классифицировать как дизайн, но просто там, конечно, будет сложновато раскрыть это в визуальном исследовании, просто в силу того, что монтаж – это динамическая история, а у нас статичное изображение. И тот пример, который я только что вам показывала, про свет и тень в архитектуре, это вполне себе тема из области дизайна, но при этом связанная с архитектурой, как объектом и предметом исследования. Так что ответ на ваш вопрос, Сергей, вот это скорее да. Так, Мария, вы продолжили так, конкретизировали ваш вопрос. Что вы подразумеваете под актуальным искусством сегодня и под приемом классического искусства? Ну, под актуальным искусством мы понимаем, в общем-то, то же самое, что и все остальные. То есть это искусство, которое отвечает на вызовы современности. То, что мы называем словосочетанием contemporary art. Современное искусство, актуальное искусство, искусство, которое бросается на амбразуру, затрагивая самые важные вопросы современности, вопросы экологии, вопросы глобализации, вопросы гендерных разнообразных вариаций, вопросы, связанные с этикой современности и, безусловно, эстетические вопросы тоже. Современное искусство, актуальное искусство. Я бы сказала, что можно отсчитывать приблизительно от середины 60-х годов историю contemporary art, и это то, на что вы можете опираться. Прием в классическом искусстве. Ну, мы подразумеваем здесь, опять же, совершенно обычную вещь, то есть то же самое, что и наши коллеги-искусствоведы. Прием – это некое художественное решение, которое призвано раскрыть ту задачу, которую автор ставит перед собой. Прием может быть из совершенно разных областей. Это может быть прием из области композиции, из области светотеневой моделировки, из области, я не знаю, строения фигуры героя на живописном полотне. Вот, например, у Эль Греко, у него был вот такой особенный, свойственный только ему способ изображать тела людей, такие немножко удлиненные. Вот это его прием. Это та особенность его живописи, которую вполне можно рассматривать вот в таком разрезе. Так, ну, пока больше вопросов нет у нас. Я думаю, что Александра Дмитриевна очень подробно и хорошо рассказала о том, что в данном случае возможно. Так, ну, ага, огромное спасибо, да? Большое, огромное пожалуйста. Потому что действительно, если есть вопросы, их лучше прояснить сейчас, для того, чтобы потом их не возникало. Потому что, конечно, вы же знаете, что те преференции, которые есть у медалистов на уровне магистратуры, они связаны с поступлением в аспирантуру и со стабалами по конкурсу портфолио. Так, в чем главное отличие финальной работы от исследования, представленного на отборочном этапе? Ульяна Викторовна, мне кажется, этот вопрос скорее к вам. Нет, это нужно сравнить два задания. Здесь имеется в виду задание первого этапа для этой категории, для магистров, и задание второго этапа. А вы могли бы открыть? А то у меня, я боюсь, демонстрация экрана сейчас опять порушит. Так, давайте откроем. Так, сейчас посмотрим, что у нас есть, и откроем. Откроем студенческое портфолио. Так. Файл задания. Сейчас файл у нас откроется. Так, давайте попробуем открыть экран. Так, на первом этапе отборочном, я думаю, что у нас виден сейчас экран, у нас состояла задача подготовки визуального исследования. Какие-то особые специализированные темы в данном случае мы выдавали. И среди требований по выполнению визуального исследования, значит, у нас также нигде не было указано тематическое наполнение. Значит, во втором этапе у нас есть заданные под темы. Правильно, Александра Дмитриевна? Сейчас я тоже открываю вместе с вами, чтобы освидеть в памяти. Так, требования, требования, критерии. Я не вижу здесь. А, вот так, смотрим. Да, вот оно. Визуальное исследование на тему по выбору. Да? Вот на первой же странице мы это видим. То есть у нас здесь в первом случае нет ограничений? Да. Да. Ну, потому что в первом случае мы скорее смотрим на творческую направленность, на зону интереса, на зону поиска, в которой находится участник. А на втором этапе мы уже проверяем, ну, условно говоря, профпригодности, да, то есть насколько вы можете справиться с конкретно, более-менее конкретно поставленной задачей как исследователь, как дизайнер, как человек, интегрированный в современную культуру. Так, пока больше у нас нет вопросов. Так, ну, тоже ответ на вопрос понятен. Мы видим. Так. Ну, пока больше вопросов нет. Я думаю, что если есть еще что-то, на что стоит обратить внимание, об этом нужно ребятам сказать, нашим зрителям. Ну, и каким-то образом дальше. Постепенно двигаться к завершению. Наверное, с вашего позволения, я бы все-таки еще раз привлекла внимание наших зрителей к техническим вещам, к тем общим требованиям и требованиям по выполнению визуального исследования, которые прописаны как раз в файле с заданием. Потому что очень обидно, если случается так, что хорошая, интересная работа оказывается не квалифицированной просто по техническим соображениям. Если, например, она сделана там не в том формате или не того размера, или не с тем количеством слайдов. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны вот к таким мелочам, потому что в мире дизайна они имеют большое значение. Наша квалификация заключается в том числе и в способности точно отвечать на те вызовы, которые предлагает нам или мироздание, или заказчик, или в данном случае структура Олимпиады. Поэтому я вас попрошу, знаете, вот в тот момент, когда вы уже все сделали, вашу работу абсолютно завершили и уже вот хотите ее отправить, вот в этот самый момент еще раз вернуться к тексту требований, чтобы на всякий случай уточнить его основные параметры. Так. Ну что? Мы завершаем наш вебинар. Значит, мы желаем вам всяческих успехов. Мы, что смогли, вам объяснили по поводу этого задания. Выполняйте его, серьезно к этому относитесь. Вот. И мы ждем вас среди участников второго этапа. Давайте. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok